Там Антон, так сказать, мы много с ним раньше общались, он всегда у меня советы спрашивал, что да как ладо сделать, куда, с кем работать, с кем не работать, так сказать, из того самого мема мой... Ну что ж, давайте вернемся, расскажу вам сейчас про драфты. Давайте драфтим. Бистов, люканов, то есть это отличная защита, ну, наперед. Сейчас не нужно будет всяких бистов. Что ж, видим, банят матум бедровку. Я думаю, просто не хотят тратить бан на какой-то, на кого-то висажа, и понимают, что просто, ну, пора. Это янча еще и вынуждает ликвидов делать баны, ну, вынуждает забанить биста, потому что янча у тебя, ты уже сам не возьмешь биста, потому что не хочешь, чтобы кабана забирали и просто тебе направляли, и решают, ну, вынуждены банить. Пока все по мете действует, все просто. Интересный банк пуджа, потому что я, если честно, особо от ликвидов не... Хотя, не, не, вижу я у них... Вижу 18-й пудж. Был, 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 конечно. То ли чуть ли не мы комментировали, Владислав. Да, да, да. Провалы, провалы такие иногда бывают в жизни наши. Играют, играют, кажется, в ликвиде спаджика, минус морды. Ну, он... Он еще у них 18-й обычно бывает, так что тут все понятно. Так, камера игроков смотрит. Ну-ка давай, анализ по состоянию эмоциональному, по тому, по просыпанию, как они? Так. Ну, пока слабенько, слабенько. Вот вижу, что Сэдлари проснулся, но ему понятно, почему он проснулся. Он должен проснуться и всех разбудить. Ой, ты что, блин? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Да, блин, посыпался. Ну-ка встал и пошел умываться. Так бы сказал тренер одной из известных команд. Да, да. Ну, кстати, чуть более бодрый, как мне кажется, Team Liquid. Ну, да-да, они такие. Ну, что ж. Забанили морфлинга, боятся 8-го морфлинга. Ой, 8-го, 18-го. Ух, надо саму тоже уприть в себя. Ну, походу, дело будем. Отупляться, ничего страшного, друзья, вместе с вами. Поэтому на наши маленькие косяки, пожалуйста, не обращайте внимания. Без негатива, ребят, без негатива. Без негатива. Максимально позитивно. Проснулись, улыбнулись, правильно? О, правильно-правильно. Так, я думаю, теперь гладиаторам нужно добирать четверку. И ответ на... На что у нас ответ? Во-первых, надо понять с СФом, куда этот СФ пойдет у них. И ходит ли он вообще у них на мид керри, да, флексится ли он. Пока я вижу, что это СФ два раза в мид был пикнут. И, судя по всему, Лишак это ответ просто на мидового СФа. Да, то есть мы сформировали центр, да, у нас будет стоять бум против Мики. Ну да, 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 конечно, они сейчас не переобуются. Просто выглядит как то, что СФчик там пошел быть крипочков, а Лишак пошел тебе бараки ломать. Такие-то выручки. Банится четверка, они боятся активно четверку. Пикается Лич. Спорный немного пик Лича в Инчу, на самом деле. Конечно, да, у тебя крутой Фрост, но у тебя крутой чайник, да. Прикольный щит, но вот этот как раз-таки щит, он снимается Инчой. Так, ну, я что-то вижу, Марс уже в бане, тени, надо какую-то четверку найти. Ну, Клоквер какой-то есть условный для гейминг-гладиаторов. Либо Шейкер, которого они так любят. Можно вообще что-то типа, ну, Виссажа, конечно, уже не хочется взять в Лича. Можно, можно, а не в бане. Что-то с останчиком хочется, да, у нас такой распик. Шатофин плюс Инчантрос, у нас не хватает точно в этом драфте контроля. У нас, скорее всего, будет хороший тавер дэмэдж, Ашан дэмэдж. О, битлорда вспомнили. Слушай, ну, как будто бы не было прям серьезных и принципиальных причин брать этого андерлорда. Как будто бы. Да, это правда. Ну, что делает андерлорд, да? Во-первых, он дает мобильность, он дает от пуш вышек, и он собирает ауры, да. Условно, такой же функционал есть у того же Тейтхантера, да, который, в принципе, ну, так же бы стоял, плюс он хотя бы стакался под минус армор стратегию, да, где он словно дает гаш, снижает армор, там вот эти все дела. Странно, почему они брюлика не захотели брать. Ну, наверное, за то, что тут уже 2 стана плюс, ну, даже 3 стана, я бы сказал. Уже немного тяжело, на самом деле. Ну, как минимум, андерлорд дает пит оф малис, покупает рот оф атос, и это хотя бы контроль ловить из кого-то. Ну, да, и ты мобильность тоже добавил, а что, удобно довольно-таки. Быстренько с одной точки в другую переместились, по каким-то объектам поработали. Ну, может быть. Ну, опять-таки, вот просто андерлорд здесь как будто ничего не закрывает, но как пик оф лейнер, он достаточно надежный, на мой взгляд. Угу. Я был не очень доволен, но это, наверное, вынужденная была ситуация. Ой, я знаю хорошего героя. Ну, в всяком случае, мне нравится. В сочетании с личом, фантом-ассасим, которая и энчантрас, дисраптор, плюс контакт с шаттой финдом. И вскрывать будет за счет фэн оф найвс, андерлорды, там, и сэф, соответственно, тоже будет больно. Это лайфстиллер более дефолтный, да, обычный, да. Но мы видели сочетание лайфстиллера плюс фростшилд вчера, по-моему, да? Да и плюс Лишака мы видели сочетание. То есть сочетание-то простое. Лишака пытаются убить, залезают туда Найкс, и все, уже, в принципе... Да-да-да, кто играл? Вчера играли Астеры у нас. Астеры этим играли, да? Да, Астеры играли этой стратегией, последняя игра у нас была. Да-да, это очень крепко. Ну, то есть, та команда, у которой точно можно своровать парочку хороших идей, и сочетание комбинаций героев. Да даже в стадии ланинга, вот Лич, Найкс, на самом деле, неплохая. Линия, при условии, что бист в бане, потому что единственное, кто создает проблему, это бист. Против Найкса всегда еще раньше Слордара банят, но здесь Слордар уже банить не надо, здесь уже заранее вскрыли они оффлейнера в виде питлорда. Питлорд ничего Найксу делать особо не будет, я думаю. Ну, где-то дебафать по ходу игры, если жир им обрастет, да? Потом можно переживать рейдж, кидать клеточку. Хотя, знаешь, что вот есть пару геймплеев через инчу, которая Orb of Destruction, ну, не Orb of Destruction, Глайдстон будет покупать, качать импетус и просто бегать, настреливать этому Найксу. То есть, есть, короче, геймплей, как можно Найкса этого подловить на линии. Давайте пройдемся по банам. Гладиаторы забанили Батрайдера, в ответ получают бан эмбера, потому что боятся, что SF зафлексится в легкую линию, будет стоять с дизраптором, и в миду просто будет эмбер, который будет относительно неплохо под флешака. Банится Шторм. Ну, банится Шторм, потому что, наверное, забанили Пака, и, может быть, они даже это где-то такой блеф-бан. Ну, еще и оба спирита, это сигнатурки Бума, поэтому... Ну, да, да, у него еще воод спирит есть, конечно же. Безусловно. Он хороший. Но при этом ты сказал, что все Шоттофинды, которые были у гейма Гладиаторс, они все ходили в мид, да? Ну, да, я что-то не могу пока отследить. Вот такой другой какой-то тенденции. Хотя, вроде как, одного вижу. Вроде как, одного вижу, который пошел на керри. То есть, все-таки флексится. Да, да, все-таки, наверное, флексится. Ну, вот я нашел его одного. Ну, они на самом деле... Просто, знаешь, если у тебя SF не флексится, ты не можешь его на ФП брать. Ну, ни при каких, короче. Ну, тоже верно. Потому что это чуть-чуть другого уровня уже чемпионат. Тут ребята понимают, что когда у тебя возможно... Ну, герой флексится, у тебя есть шанс еще сильнее, да, разграть условно. И тут возникает перед глазами команда Бэтбум, которая пикает на ФП себе Нэдж с профитой, и играет его строго керри. Ну, там на фулоуверенчах, так скажем. Вот-вот. Так, а что? Так, ну, что же брать? Что же брать? Давайте откроем драфт. Что же тут такого можно взять? Я бы ставил SF обмит, против Ластилера хорошего керри закрывашку бы взял. Просто... Вот, пожалуйста. Супер. По-моему, хорошая закрывашка. Вообще мне нравится. То есть, как минимум, это точно урон. Это точно урон и Лишака убить. Главное, чтобы Личу как-то... Лича задержать, чтобы он щит свой не кинул. Потому что Личо может и не пробить Урса, если честно. Нам нужно придумать оффлейн, который выстоит на линии против Урсы вместе с Тинни. Так, а что? Они просто могут Вайпера взять, либо Виномансера. И в драфте, в принципе, не так все плохо будет. Заметь, кстати, да? Вот мы сидим с тобой третий день, ты предлагаешь постоянно Вайпер, Вайпер вообще игнорируют. Ну, честно, он ослаб. Он реально просто слабый сейчас. Вот Виномансер. Просто смотри, я здесь именно предлагаю против Урсы, ну, что и требовалось. То есть, это, короче, база. Пикает Урса, ты должен либо Вайпера, либо Виномансера взять. Вот и все. Ну да, из-за того, что Вайпер послабее, поэтому Виномансеров мы видим намного чаще, чем Вайперов. Ну да, ну там, в самом деле, там герой такой прикольный. Он тебе спел нажал, и ты уже просто летишь на базу с пониманием того, что вообще умирать не хочется, жить еще хочется. Чуть-чуть пожить охота, да. Ну, да. Нормальная закрывашка в целом, более-менее логичные пики. Единственное, наверное, к чему вот прям так сильно, и, ну, не то чтобы негативно, но со знаком вопроса обратились, это к герой Андерлорд, да, который у нас зашел во второй стадии, 16-17-й. Ну, как-то, ладно, Андерлорд, Андерлорд, вот захотелось просто по приколу Эйс на Андерлорде поиграть, хотя понимаем, что это далеко не его сигнатурный самый персонаж, и обычно, если мы видим Эйса, то Эйс гейммейкер, плеймейкер, он отыграет вам на любом герое с контролем суммонов, где нужно хорошее микро, а Андерлорд для него это какой-то одноклеточный, однокнопочный персонаж, которым можно кататься очень легко и одной рукой. В общем, кажется очень, что это точно не его было хотелка, а флайнер в жизни не захочет скрывать своего героя в никуда, да, то есть он по факту в NoVision взял его. Это называется просто продажа, и чем вообще думал Силари, да, он такой думает. У меня есть своя картина драфта, и сейчас нужно просто взять полезного героя, неважно, как он стоит линию, чтобы он просто был полезный, у него была какая-то камбэк-механика, а здесь мы видим, да, что у Петлорда в принципе имеется этот камбэк-механика, где он просто будет кидать вот этот Метеор сверху, ну первый спл свой, и возвращаться в игру. Но есть нюанс, что вы вроде бы одну линию продали, а по итогу вы еще и керри своего продали, и пока что, ну, драфт точно за Ликвидами, они прикрыли вторую и третью стадию, у них идея есть с Лишаком, и тут вся надежда просто на бум, как он в миду себя покажет, отстоит. Наверное, вот так. Тем более, я еще что вижу здесь, это будет Энча Урса против Тинника Виномансера, то есть они решили Дизраптора четверку сделать. А Дизраптор четверка против Найкса, это что? Ну, короче, намудрили. Я думаю, что, может быть, они, конечно, по ролям не так взяли, но не поставят они, скорее всего, Дизраптор. Ну да, я тоже думаю, это вообще было бы, ну, очень глупо. Ну, если только в саппорт, он будет кидать свой Тандерстрайк, но тоже вроде бы не похоже на какую-то сильную опцию. Ладно, раздупляться, посмотрят, покажут самое главное, им играть, им нужно очки зарабатывать. Мы проходились, да, опять-таки, по всем командам и их текущее состояние в турнировой таблице. Скажу, что Gaming Gladiators, еще раз напомню, находятся в серединке, в желтой, так называемой, зоне. Друзья, желтая зона означает нижняя сетка в плей-офф. Ребята из Team Liquid находятся чуть-чуть повыше. Опять-таки, повторюсь, они с третьего по пятое место делят, а третье по пятое место это граница зеленых и желтеньких. Слушай, у нас тут результаты голосования, 50 на 50. Серьезно? Да, вообще ровно. А не два ли человека всего проголосовало в чате? Просто интересно. Это наш единственный зритель тут. Ну, я думаю, что это ты и я. Четыре человека говорят. Ладно, всем первым четырем прослушившимся зрителям большой, огромный респект. Это ведь что значит? То есть зритель-то может быть, конечно, на канале больше, я уверен. Просто чатов так много, и особенно люди частенько используют мультитвич, а сам его активно рекламирую. Это такая опция. Знаешь, что такое мультитвич? Знаю. Да, это когда ты можешь много окошек твича на одном окне открыть. У меня бигбры, но не настолько, чтобы мультитвич, если честно, использовать. Я стараюсь фокусироваться, знаешь, на том, что я делаю. Я понял, да. Вот, ну а так, чтобы вот сцепить, ну, безумное количество вот этих вот игр, параллельных, используется мультитвич, а в мультитвиче очень тяжело найти один чат, в котором ты будешь сидеть. И вот, наши люди, которые сидят именно на нашем канале, им отдельный респект. Друзья, обновление, обновленные коэффициенты от нашего генерального партнера Бэтбум 3 предлагается на коллектив гейме Гладиаторс после драфтов. 1.38 очень скромненький коэффициент на Team Liquid. И вы можете забрать фрибет 1000 рублей, друзья. Не забывайте по промокоду INT22 использовать в личном кабинете. Так что там по свапам линии? Ну что, в общем, прочитали полностью свап линии. Матумба, вон, на гули бежит уже в топ. Это, по итогу, что их полностью это устраивает. По итогу, Дизрактор-то против лича поставили. Сейчас что будет делать? Он просто будет в инсанию давать постоянно свои тандерстрайки. Ну или это хитрый план для того, чтобы выбивать рейдж, чтобы андерлорд потом фаерстормом засыпал там и дамажил. Хотя, конечно, похоже немножечко на бред. Дурачево, мы видим, стоит на оффлейне. Здесь боксик. А где у нас, собственно, товарищ Веномантер? Чем он там занимается? Я что-то смотрю, он... Он там подвышка, подвышка там. На самом деле, когда ты тени стоишь на лёгкой линии, это очень комфортно. Потому что маленький шаг не туда, и враг отправляется просто под тауэр. Так что здесь гладиаторам нужно быть, ну, прям очень готовым. Понимать, что такое-то может быть. Да, Селари постарается, скорее всего, разлучить. Тебе, возможно, спауны, делать какие-то выпалы, работать с лесом. В меду противостоять. 9 на 3 и 6 на 0. То есть вообще, пока что лишь рак душит. Еще и два крипотчика. Микки на опытном. Да, ну ты посмотри, он вообще по вебке на серьезнейших сидит. Уже и проснулся, и улыбнулся, и собрался. Ну, бум, пока чуть-чуть все похуже. Опа, вот уже пошли тосы, Селари делает телепорт. Селари погибает на ФБ. ТП-шечки нет. Оставил Урсу в соло сейчас, на такой безумно сложной линии для него, и без поддержки саппорта. Да, здесь Урса явно будет страдать. Глимсует еще инсения, и еще один фраг. Это делает Тофу. Забирает инсения. Ну, в общем, когда ты на НЧ умираешь без телепорта, Урсе становится очень грустно. И сейчас Виноматерь наберет левел 3, и Урса уже просто не сможет стоять. С первых минут мы видим отличную игру от Liquid. Отменял телепорт? Он тоже умрет. Что происходит? Лол. Ну, это вот называется, не проснулись. Вообще не проснулись. Эта линия полностью уничтожена. Погибает Underlord. Вот, что это за вынос? Матумбо Мэн съел Underlord. Просто 3-1 разнос на сайдах. Причем в центре мы подмечали, что у Микки тоже полный порядок, друзья. Но это, по ощущениям, вот это изи винт с нулевой, так называемый, да? Я думаю, какое-то психологическое давление у этих команд против друг друга. Потому что гладиаторы обычно себя в разы лучше показывают. Да-да, неважно, ты проснулся, не проснулся. Вот. Но что-то не то внутри сидит, по ощущениям. Психолог не доиграл, по ощущениям. Не доработал. Ну, посмотрим. Еще не время хоронить. Дота чудесно тем, что тут все может измениться, ребята. Вы все это просто понимаете. Вон, Урса уже подбегает. А крепочки-то под тавером. Underlord подбегает. Ага. И свапнули с линиями. Ну, они еще на ноге, на ноге свапнулись. Да, на ноге. Ну, поняли, что уже стоять тяжело. Ну, вот дурачье теперь встанет на линию против лайфстилера, у которого есть плейдс в атак, брейсер, третий уровень. Тут потом бомен готов, если что, я думаю, подраться. 7 на 2 дурачье. Ну, и постарается на легкой линии. Опа. А тут Бокси пошел гангой. Центр на бума. Нападение. Микки. И какие-то фэйрифайр. Бомб пытается выжить. И впивается, как только может. Тычка. Еще одна залетает и добивает Микки. Сделает этот фраг. Развязанные руки у тени. Он просто начинает перемещаться по карте. Бокси. Четверка роумящая. На тени блестящая работа. Красавчики, ребята. А Бокси, в общем, большой красавчик. Потому что, знаешь, почему это вообще произошло? Варда нет. А вард-то был. Вард сломали. Вард прочитали сразу и сломали. Из-за этого у СФ нет вижена просто на этого теника. И вот из-за этой ситуации он вроде бы как будто и пулит. И стоит в лесах. Непонятно, да? Ушел он с линии? Не ушел? А тут ты не ожидаешь, что теник тебе снизу. Обычно он сверху приходит. Понимаешь? Удивили, 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 конечно. Это прям стало неприятной неожиданностью для Пума. Возвращается он в центр. 25 на 0 хрипстат показывает. Понятно, что Лишак уже с позиции силы здесь будет действовать. И у нас вниз смещение. У нас пришел туда Лич, мы видим. Сейчас будет трипла снизу, который постарается напасть. Если на всяком случае на Enchantress, Avalanche по двоим. Frost Shield, тост назад Underlord. Пытаются двоих убить. Но покажите, двоих убивают. Enchantress минус. Ace страдает тоже. Ace. Его будет бодиблочить в боксе. Прекрасная работа. И еще один удар в спину. Инсцене. Дабл килл делают на нижней линии ребята из Liquid. Отличная, отличная ротация со стороны пятерки команды Liquid. Ну, они приняли решение немного на X бросить. Ну, на X ничего страшного. Теперь на X летит в бот. Да, так смотри. Они полностью открыли бот. Теперь это свободная зона для фарма. Противник там особо ничего не сделает. Ace полетил. Вообще большие проблемы. Его сейчас просто пробьют. Ace. Серьезно? Вот так вот пиномансер замерил просто. В центре пытается забрать SF. Разворотишь Адорейс. Сгорает он первым. Будет разменка. Смещаются два саппорта. Андерлорда забрали после ДП. Такой развал на линиях. Зайд дынается от вышки, конечно, и зарабатывает немножко денег. Он еще и танго дал, как мило. Обязательно перед смертью похилит Самотомбычу. И вот все смещения, перемещения по линиям, по сайтам, да, вот эти вот изменения состава по линиям, они все с фрагом практически делаются в коллективом лико. Соло фрага. Дурачё, молодец в боксе. А ребята из гейминг-гладиаторс просто то ли пешком, то ли телепортами какими-то эти линии меняют. И в итоге меняют в худшую для себя сторону, потому что приходят и умирают. Ну хорошо, ладно. Начальные фраги, может быть, и не дают такого невероятного экономического запала, да. Но понятно, что ловела быстрее будут прокачиваться у коллектива лико. Плюс с моральной точки зрения, конечно, удобно. Ты делаешь фраги, ты потом хочешь делать еще больше фрагов в виде соперника, просто идешь и нападаешь на уверенности. Ну да. Не хватает, конечно, лардика в топе для Урсы на всякий, чтобы его не убили тут. И знаешь, что самое приятное? Что игра-то у нас интересная. Ребята бегают, дерутся, что-то происходит. Вот что радует с утра. Ну да, да. Дивности хватает. Нападение на Виномастера. Проблема у Виномастера. И страна тратит спел. Ой, промазал, зай. Хотел в двоих попасть, наверное. И в итоге никого не попал с помощью Виномасгеля. Еще один килл. Так, возвращаются, возвращаются. Гейминг-гладиатор с хорошей мувы, особенно на верхней линии. Соло фраг от Урсы. Сейчас убили Виномастера. И шаг бежит по топ. Думал сделать фраг. Понял, что нужно стакнуть, покачаться. А он тычку не сделал. А, подождите, нормально, нормально, нормально. Сделай. Холодный расчет. Он, главное, иншей не стакает. Хотя, в принципе, Виномастер мог бы их покачать. Лич занял мид в это время. Мы видим, Найкс просто комфортно чувствует себя в боте. Тинни, наконец, пришел по топу. Тинни был левел больше, чем у Виномастера на какое-то время. Вокси, выход на Тофу. Нашел его из Аваланч. Можно тоснуть, тосать назад. Успевает перед Климсом. Это сделал Тофа, телепорт. Удары, удары, еще парочку. Где-то этот раз Ние забирают Тофу. Тофа будет жить на Дизрапторе, но через телепорт дома. Значит, Алини он вернется пешком. Угу. Ну что ж. Контроль от мид. Лишак уже начинает пробивать мид. Лич под мидом. Понимают, что Дизраптор сейчас на базе. Не окажется в миду. СФ не может выходить в мид без помощи. Энча начинает агрессировать в боте. Давайте посмотрим на бот. Там бот Тауэр вроде бы у нас падает. Ушли оттуда игроки тем Ликвид. Оставляют эту вышку. Вышка спокойно забирает Селери вместе с дурачьё. Ну, в ответ пытаются центральную вышку разменять Ликвид. Они здесь три героя. Бьют через диаболики. Бьют с руки. Это делает Тинни. У него тоже вкачано дерево. И скорее всего заберут, кстати. Там вот на сейве как-то один персонаж выходит. Но на него могут сразу напасть. В центральном коридоре. Супер опасно Тофу. Ловит Станма. Тумбомэн в наглую. На девятой минуте просто прибежал снизу. Зашёл между вышки и съел буквально дизраптора. Мигги зарабатывает этот фраг. И вышка центральная падает. Такой трейд команде Ликвид точно устраивает. Отдав снизу вышку, они забирают центральную. Ну и, друзья, конечно же, будем вас постоянно радовать и информировать о самых главных и интересных акциях нашего генерального партнёра Бэтбум. В частности, конечно же, можно получить при регистрации на фрибет. Поэтому кликайте на баннер по трансляции. Забирайте себе эти бонусы. И вся информация, конечно же, есть в ссылочках. Но падение на эйса появится большие проблемы. Если отсюда вообще никак не уйдёт, будет ли помощь хоть какая-то. Никакой помощи нет. Он отбивается как тигр, но получает по башке стан. Нэкс понимает, что на всякий случай лучше присесть в лет врага. Забавно, что настолько вяло реагирует гейминг-гладиаторс на вот эти достаточно понятные перемещения. Вот где были летимликвы только что? Они были в центре. Всей толпой сносили вышку. И тут же они сместились. Ушли из затрального коридора. Куда? Всей толпой. Четыре героя. И почему-то андерлорд даже не подумал о том, что могут выйти в него. Потому что будут забирать там вышку. Он не идёт игра, знаешь, когда изначальная игра идёт не по плану. У тебя все тайминги сбиваются. И противник на шаг быстрее. Вот мы видим, что ликвиды просто на шаг быстрее сейчас действуют. У них каждый мув получается. Саппорты там, где надо. То есть по зонам. Смотри, я расскажу тебе сейчас. Вот у ликвидов. Значит, играется виномайтер в топе. Под ним играет второй кор. И под лишаком бегают два саппорта. То есть распределение вообще идеальное у ликвидов. Вот они уже стахнулись. Ну что, можно вниз сместиться. Тоже через какой-то ганг. Может быть смог, не знаю, забрать вышку. Нашли сам андерлорд. Забрал инвисурсы. Помидор пытался это конфисковать. Там в лесу очень глубоко фармит Селлари. Я не знаю, увидят ли его здесь. Да, клики прошли. Клики прошли. Кендавром останавливает Селлари своего соперника. Может, какой-то телепорт хитрый нажатие уйти. Курьер ещё пытался подрезать Селлари. Он тычку дал. Но он себя хоронит. Он себя хоронит. Сам он мог сделать телепорт. У него была ТП-шка. У него было время для ТП. Он решил, что он будет просто... Да там автоатак, знаешь, ты бежишь в тень. Бежишь, там какой-то крутой, ой, тычка. Это классика. Нет, атака-то понятно. То есть ему никто не мешал ТП нажать. Я об этом говорю. Да нет, нет. Я говорю, да. Да он просто понял, что это случайно тычку дал. Он уже поплыл. Ну что ж, виномантер занял мейт. У него варды в 3 уже стоят. Варды эти никто не может разбивать. Гладиаторов. И будет этот заяц стоять в миду. Ставить эти змейки. На экс в топе его вообще никто не убьет теперь. Он все нажмет рейдж и ТП. У него тоже аромат есть. Да, его знаешь, читок через дизатор. Какой-то подловить и все. И смотрим. Теперь ликвиды могут играть на трех линиях. И их никто не накажет сейчас. Гладиаторам надо... Снизу хочется, конечно, забрать. Сейчас думаю, смещаться будут именно туда ребята из ликвид. Ну и действительно, после линейки сноса... Сноса линейки Тир-1 ТВРов уже попроще перемещаться абсолютно по всей территории. Ну и в зажатом состоянии будут действовать гейминг-гладиатор. Они уже вот большим составом буквально фармят свой основной лес. Стоит дурачье. Вот ТОФУ пытается там впитать какой-то потенциальный смог. По-моему, надо взбодриться гладиатором. Как ты считаешь? Подскажешь, чем? Наверное, тем, чтобы просто пораньше ложиться спать и высыпаться в первую очередь. Но если этого не было заранее произведено, и времени до сна не хватило, то, конечно же, можно воспользоваться услугами Торнадо Энерджи, которые придают заряд бодрости, мгновенно это делают. Это может помочь переселить очень большие марафоны и очень сложные игры. А тем временем у нас ликвид заходит в чужой лес, через юл, нападают на андерлорда, эйс... Ну вот у эйса не оказалось саппорта, который бы разрывеял какой-нибудь смог. Этот саппорт бегает скорее с лайфтилером, помогает керри, а вот андерлорду никто не помогает, поэтому андерлорда становится жертвой таких гангов. Ну, он не дождался, на самом деле, нчу, которая показала в боте, что никого нет. Если ты на нче бегаешь в боте, и тебя никто не убил, значит, противники не в боте. Значит, они в миду либо в топе, и сейчас они будут куда-то выходить. То есть чуть-чуть эйс не дождался селлари. Видим, что АСФ собирает БКБ, у него еще 1300 до БКБ. Пока он не купит это БКБ, он вообще никуда не пойдет, он не может драться, он за... Ну, любой станд, банально, да, умирает. У Урсы у нас уже, мы видим, диффуза, и он собирает блинк. Блинк будет совсем не скоро. Дурачё немного реабилитировался, опять 500 нетворса. По дизраптору здесь имеем арканы, будем выходить в форс, прокачка обычная. Ну и Тинни, Тинни надо доформить все-таки блинк, чтобы поиграть в доту. Да и так, он без блинка очень даже хорошо в доту катает, и у него КДА-2-1-5. Многие Тинни даже с блинком такой активностью похвастаться не могут, а Бокси это делает без блинк-дайкера, и даже без этой начальной шмотки, без тумблер-стой. Нападение во вражеском лесу, но тут статик шторм. Вот, собственно, игра Тофа здесь реализовалась. Тофа неспроста бегает рядом со своим керри, он как раз-таки для того, чтобы, если что, и смог впитать. А если будет какой-то слишком наглый загулявший корр, то можно через статик шторм подловить и убить. Поэтому качественная игра сейчас в первую очередь от Дизраптора. Ну и позволяет дурачу сделать первый фраг, и причем второй фраг, прошу прощения, до этого первый фраг сделал на линии. И реализовать, конечно же, дефьюз. Дефьюз, Морбит Паск у него имеется. Ну и вот тот самый блинк, который, казалось бы, должен копиться довольно долго, за счет таких фрагов, конечно, будет быстрее появляться. Но по проблему с Элари, бокс сейчас будет просто кентавра, закрывают, закрывают, ничего не сделает Энчантрос, но подтягивается Зай, Займ, конечно, можно попроще забирать, хотя тоже геморрой здесь точно хватает, бокс и Займ вдвоем. Ну какой-то нюк надо дать, кентавр, дает стан, есть Аваланч, и вот фэрифайр, тост. Он тебя может добить, эх, был бы супермовик. И у Тофу проблема, двух саппортов просто порубили. Ну, они хорошо играют, вот с точки зрения, опять-таки, создания спейса для своих коров, посмотрите, где фармят коры, в своем лесу, дурачу верхнюю линию отпушивал Андерлорд, на треугольнике фармят Шаттл Финт, и вот эти смерти саппортов позволяют кор героям качаться дальше. Так что здесь я бы вообще саппортов не обвинял, то, что где они находятся, где они погибают, это суперкруто. Ребята из Ликвы тратят ресурсы, какие-то смоки, какое-то время на убийство, да, а в это время кор герои гемик Гладиатор спокойно фармят. Поэтому здесь, с точки зрения стратегии, пока граба там, понимают прекрасно, что из-за неудачного лейдинга, время и спейс нужно дать побольше, и тогда только кор герои смогут включиться в игру. В тенику прилетел блинг и смог, на самом деле больше Виноматера уже не умрет, потому что он умер, потому что тиндэ фарм лил в боте. Нажимается инфест. Урзать зафор в кубе. Они хотят лишь Шака найти, либо Виноматера. Да хоть кого-то найти, потому что есть Дефюжиал Блейд, есть у Тофу, конечно, тоже Статик Шторм, за комбинацию способностей может убить, но лишь Шака есть Юл. Вот против Юл тяжеловато будет. Так, да, посмотрим. Но Юл рано себя поднимает, выигрывает немного времени. По Статик Шторм, Питов Палис, приходит в бокс из Блинка, и там инфест, бомб, лассиры, кидает, чтобы он спрятался в дурачев. Вот, точнее, в Вике, как долго Вике живет, боже мой. Фантастик, убивает стан перед смертью дать. Забирают Урсу, забирают Дизраптора, забирают Андерлорда. Как долго жил, невероятно долго жил этот Лешак. Тянет цело. Так, а что, по итогу прочитали этот мув, раз все оказались под Лешаком. Они поняли, что сейчас будет драка. Я правильно понимаю, что Лайфтиллер успел, да, инфест нажать в конце? Нет, он был... Не успел? Хотя, подожди, он откатился. Он нажимал, я смотрю, что он нажимал, хотя я видел, что он Статик Шторм прилетел через ТОС. То есть, вот я чуть не помню эту механику, я давно вообще не видел на Экса. Ну вот, он нажимал. А, он консюмил, да, то есть, он сожрал, получается, да? Да, он вышел, он вышел, это выход. Он был в Тиннике в инфесте. Ну да, да, да. Я просто думал, что он что-то отказался, чтобы потом понял, что это не так работает. Ну да, да. Ну ладно, в любом случае, красиво сыграли, даже не с точки зрения того, что... Как получилось по кнопку, а с точки зрения того, что прочитали, да, этот у нас может и выход на Лешака, успели среагировать. Ну и сама идея в том, что кинуть там, да, своего керриев, своего мидера, чтобы тот защитил каким-то образом, это довольно интересно, поэтому... Ну это в очередной раз показывает, что ликвид в форме, ликвиды чувствуют друг друга, играют более слаженно, более командно, чем их соперник сейчас. Посмотрим в центре, выход ТСФ, выкидывают назад осом. И под битов палец, оказывается, боксинг, бум, вынужден нажимать как раз-таки БКБ, забирать тут наглого Тинни за такие маневры. Но БКБ смогла использовать. Стянули всех, плюс выбили БКБ. Конечно, если бы Вена еще какой-то форсик потратила на спасение Тинника, но он решил сойти продать его. Так и что, можно второй раз побежать теперь в них. У них там БКБ шок нету, они все стянулись, они должны сейчас разбежаться по карте. Мы видим, куда, что рисует НЧА, она говорит, я пойду бить бот Т2, стягивать. Ну, ждем Тинни, ждем его воскрешения, посмотрим, что дальше придумает ликвид. Вообще, конечно, хочется хорошую драку провести, там, сделать 1-2 минуса и Рошана забрать. У них потенциал на убийство Рошана только уже имеется, за счет лайфстиллера, который купил там армлет, у него хватает АПСа. Ну вот, да, собирается вместе и отправляется под смоками во вражеский лес. Вижен там нет у них, и идут по наитию, буквально по чутью, и кого они там смогут найти. Вот Дезераптор бегает, а на верхней линии Убителя Андерлорда. Эйс, кажется, в этот раз чувствует, что по его душу могут выйти, прячутся, нажимают, более того, телепорт, и Эйс спокойненько уходит. Есть у него там уже пайп, нам показали, сборку первого артефакта. Дезераптор тоже очень аккуратные позиции выбирает, прячется под Сир-2. Ну и может попробовать туда как-то в наглую, может, Рошана забрать, не знаю, зайти. Тогда Виноматер сейчас вардики поставит, и туда тяжело будет подойти, он уже начинает вставляться вардами. Ну и какова реакция Gaming Gladiators? Чувствуют, не чувствуют, знают, не знают, пойдут, а если знают или не пойдут, вот в чем вопрос. По ощущениям, как будто бы готовы отдавать первого Рошана. Да не успевают, не успевают. Они даже не сканят, смотри, вот как, они все линии сбалкали, они точно понимают, где противник, если они линий нет пуши. Либо в Смаке, либо в Рошане. И это легкий Рошан для Team Liquid. Ну, нужно вернуть линии, привести в порядок, потому что то, что сейчас произошло, конечно, да, по экономике ударило неплохо. Потому что мы видим, да, что даже 1 тысяча лидов за Gaming Gladiators. Так это даже до убийства Рошана было. Это опять-таки отмечу я шикарную работу саппортов, которые умирали, да, вот видим 17 убийств коллектива Liquid, но позволяли своим корам фармить. И это приводит к тому, что они даже перефармили коллектив Liquid на дистанции к 19-й минуте. Поэтому, опять-таки, с точки зрения макро, как они действовали, это прекрасная работа. Угу. Просканили битлорда, понимают, что в боте точно ребята стоят под Урсой. У дурачей еще нет БКБ. Теник тратит весь прокаст. Виномастер уже под теником тут стоят втроем. Ну что, никого не надо больше для счастья. Втроем вот стоят и кайфуют. Кстати, интересно. Парень с Аэгисом бы тот, что пригодился. Слушай, интересно, а кому Аня Аэгис-то дали? Зачем на Аэгису? А почему не Лешаку? Это же прям... Блин, это супер. Сейчас, если найдут Лешака и убьют, это прям фиаска будет. А они-то идут, они идут на него. Он не понимает это. Он задерживается там. Сейчас будет глимс, бро, ты уж никуда не уйдешь. Закрывает, закрывает бедл-ворк. Все, массовые телепорты, массовые телепорты. Микки нужно пожить, а он поживет, скорее всего. Есть Юл. И нажимает Юл нажать. Но тиммейт далековато, кажется. Да, он просто потеряет свою жизнь через река МОВСОЛС. И действительно, это был наглый заход. Это уже, да, действительно, вопрос коллективу ЛИКВД. То есть, первое, это почему Аэгис не достался Лешаку. Второе, вопрос, если тебе Аэгис не достался, почему ты находишься там в соло? Почему там ту линию не распушивает Лефтиллер? Они будут здесь Лешака драться? Тинни влетает, и Аваланчик ТОС будет прокаст в Энчандрес. Не убивают, есть Форстав. Ой-ой-ой, ты будешь доказан в боксе. Что-то не то творят, ребята, из ЛИКВД сейчас. Происходит что-то непонятное и неясное. Глимс еще дальше. Возвращаю, тем временем, Зая, Зай, Форстав. Если чем поймать. Нет, там Атосов каких-то у Андерлорда играет, но через Пайп. Поэтому нечем ловить. Два минуса, легких минуса от Гейминг Глодиаторс. Изи. Да, конечно, удивили меня ЛИКВДы. Во-первых, вы прыгаете на самый такой неприятный таргет, да? Но можно было пройти по линии, да? Интересно как-то поискать кого-то глубже. Можно было просто вывалиться в мид или пойти в тройку, если уже, ну, хотите еще подраться. Ну ладно, я думаю, они все прекрасно понимают свои ошибки. Как надо было, как не надо было. Энча уже имеет Форстав. Сейчас будет уходить в Драгон Лэнс. Нэкс понимает, что нужна Кераса. Нужно еще минус армора. Плюс компенсировать пассивку СФ, которая дает минус армор. Урса собрался. Не знаю, кстати. Вот Урса появился неспроста. Следующим пиком после Лайстилера. То есть закрывающим пиком. И так по ощущениям, конечно, хочется чуть ли не какую-то через Алипарду поиграть. Может быть, Виномастер, кстати, купит? По-любому, Виномастер по-любому купит. Там что и на Урсу, что и на СФ. То есть там два сильных физдэмэджа. Да, и тем самым забавно, что Виномастер себе Алипарду и не планирует пока приобретать. Я вот думал, может быть, это сделает Лайфтилер. У него, во-первых, нетворц по порещи набивается. Да, мы видим, что у Виномастера очень слабая экономика. Но, во-вторых, все-таки... Он не фармит, он не фармит, да, здесь. И все-таки ты всегда в прямом контакте. БКБ! Реакция Харлаше. Телефор через БКБ. Нормально сыграно. Далеко зашел ДСФ. Заставил сам себя по итогу нажать это БКБ. То есть он мог эту пачку не забирать. Но, видимо, сильно надо было. Да, опять-таки, грамотно все делает. Он стянул на себя там трех-четырех героев. Его команда фармит. Экономика улучшается. Три тысячи. Они же всю игру так катают. Все 20 минут идеальные макродоты. Тим Ликвид их убивали. Тим Ликвид выиграли линию. Тим Ликвид все было прекрасно. Но по экономике они отстают 2-3 тысячи. Даже имея в инвентаре Аегис. Забирает СФДД. Но, мне кажется, с этим ДД игру можно вообще перевернуть на Эйзи. Свою пользу уже играть от первого номера, а не от второго. Виномастер здесь вообще не дофармливает. Он не стоит по 24 на 7 беду. Он бегает с командой и играет. Ничего здесь у Зая особо не появится. Он пытается взять Рейспак. Да, Алибард никакой не будет. Алибард очень много денег стоит. И в мид-гейме уже приобрести будет супертрудный такой айтем. Смотри, что делать на экшн. Он просто пошел разменивать свой Эйгерс. Он пошел стягивать. Он вышку бьет. К слову, у Андерлорда тоже появился Рейспак. Тип-файту 5 на 5. Я думаю, гейминг Гладиатор уже на такой стадии готовый. Часть героев делает телепорт на свою вышку. Часть героев, как кажется, своего леса готова перехватывать. Это очень опасно, понимают. Тим Ликвид. Да, и вот здесь интересно. Смог на два героя. Дизраб Трурса. Что придумают? В миду сейчас лешака поймают. Смотри. Не знаю. Стоит дипровать. Тяжело. Нет, у другого героя прыгнули. Сколько зашли. Там Виномантер. Он нажал уже поезда новая. Финцгейт ставится. Зай хороший форстап. Не успевает есть поймать. Успевает. Митов Малис. Есть глимс. Зай погибает. Минус один. Драка там в другой части уже продолжается. Вскрыли очень быстро Дизраб Трурса. Пострадают очень сильно Микки. А то Бомен через Рейдж. Никого не пробивает. Там стоит Рейспак. Все понятно. Нет Дизраб Трурса, чтобы глимсануть. И по итогу на этом рейдинге может закончиться. А нет. Погодите. Бокс еще поймали. Это два в один. Бокс отбрасывается Эван Чтоусом. Но все равно погибнет. Выигрывают Раку Гейминг Гладиатрос. Преимущество укрепляется у этой команды. И уже это не так просто Ликвид. Демеджа не хватает. Виномантер не дает демеджа. Не дает урона вообще. Ластиллер никого пробить не может под Рейспак. Герои стали плотнее вражеские. И пока Гейминг Гладиатрос выглядит очень сильно. Хочу отметить очень крутую и сложную игру. От Ликвидов. Если бы не вот эти Форстафы. То там были бы вообще похороны. Ну очень все грустное. Ну грустная ситуация была бы. А так. Ну отделались там малой кровью. Отдали вина Мансера, который маленький. Отдали Тинника. Ну ладно. Главное что у тебя Лишак и Найкс живы. Так что шанс перернуть то еще есть. Если ты уходишь. Ну посмотреть да. Вот где вот эти 4-5. В Дизрапторе, в Энче, в Питлорде. Большом. То есть по факту. Среди мейнкоров. То есть перевеса особо нет между собой. Ну вот эта разница по тройкам. Мне кажется очень сильно решает. На одну ауру больше. Согласен. Ну. На одну ауру? Ну ладно. Хорошо. Ну что. Ну на пайп. Ну посмотри. На 4000. Ну все пайп. А то что. Герой останется в живых. Андерлорд. А вина Мансерги. Ты будешь закидывать файрштормы. И давать пассивку очень важную в тимфайте. Давать пит оф Малис. Это так да? А его просто бить не надо. Если что бить просто не надо. Надо бить и сэфу. Уж свой дизраптор там. Ну ладно. Посмотрим. Ну я думаю что точно уже вот в этой стадии. После последних моментов приободрились гейминг гладиаторс. Которые достаточно легко уже проворачивают тимфайт. И уже где-то можно сыграть первым номером. Они так терпели 25 минут. Они прочувствовали то что у них все получилось. За 25 минут они провели очень хорошую работу по карте. Ну и теперь уже можно и по вышкам поработать. А Ексу никого нет. Сэф отрывает от Тавара. Чудесные. Наекс все фармит свою кирасу. И все никак ее не доформит. Он купил себе шард. У Тинникова уже есть форстаф. Здесь у нас Урса целится в башер. Но как только Урса соберет башер. Там у Ликюдов будут большие проблемы. Ждут, ждут гладиаторы уже следующего Рошана. Рисует что надо играть в их лесу. Контролировать все проходы-выходы. БКБ конечно лишак себе приобрел. Как-то маловато мы видели в мидгейме действий от товарища Мики. Вроде купил достаточно быстро Юл. Гладстон. Вот все кода, которое он зарабатывал. Он зарабатывал в первые 20 минут. И вот впоследствии потом пропал. Ну вот может быть БКБ к активным действиям. В боксе нажимается Смок на четверых. Там пятый герой находится в самом боксе. Попробует провернуть какую-то внезапную быструю атаку. Где-то это под Рошана сделать. Но посмотрите как действует опять-таки гейминг гладиаторс. Как только Смок нажали Ликвид. Гейминг гладиаторс уже на базе стоят. Всей толпой. И уже сами нажимают Смок. И у них вижн-то имеется. Вот на том Рошане, на выступе рядом с Рошаном. Стоит вард. Который пока Ликвида не видит. Но тем не менее под этот вард ребята из гейминг гладиаторс могут сыграть сейчас. И они примерно, знаете, находятся оппонент. Давайте посмотрим. Это может быть драка ценой в карту. Потому что после будет забран Рошан. Рошан с таймером спавнится очень маленьким. Очень круто входит. Так, заходят в Зая. Очень быстро погибли с раптор со спины. Фрустаф один, второй. Неплохо раскайтили. Что дальше? Летает Чинфроста. Фруста нажал БКБ. И вместе с Лэй Ревстал впитали весь Чинфроста. Стоит рейсбак. Приходит Микки, поднимает Кьюл. Там Бокси пытаются съесть. Бокси от Бума страдает очень сильно. Ти не может убить. Ти не нужно забирать. Погибает Феном. Пытается Матомбо Мэн съесть на Шану Финда. Хватит ли сил? Вот чем вопрос. Микки под КБ. Подходит убивать Эйсерико. Мофсос кастуется. СФ проблемы. СФ погибает. Вафа. Андерлорды тоже съедают 2 в 3. Хорошо сыгран. Матомбо Мэн вместе с Микки вдвоем соединились. Нанесли безумное количество урона. Переждав Плакенбары. И сразу начинают бить Рошана. Там в живых остаются Энчандрес вместе с Урсой. Что же они смогут сделать? Выбили гем по итогу. Надо давать. Надо давать. Ничего не получится. Шикарный файт. Молодцы ребята из Ликвид. Классно его развернули. Эти шикарные файты, друзья, в том числе можно посмотреть на ОКК. Если вдруг вам не удобен Твич. Или вы хотите с утречка пораньше посмотреть с кровати или с дивана. Посмотрим артаку на Микки. Сперва Микки. Неужели быстро убьют? Опять Айки засасла в стилеру и Микки забирают. Мы это уже видели. Фантастика. Матомбо Мэн. Нажал Open Bound. И будет Глимс. Глимс. По Топу возвращает. Какая ошибка от команды Ликвид. Дурачье бьет. Тинни врывается. Хотя, кстати, что дурачье съедают. Вот это да. Вот это да. И Топу можно забрать. В Лайфстилер не так просто. Бокси хорошая игра. Отлично под сопортил. Он доиграл момент до конца. Топу. Инфест. Будут за ним. Там это хороший кинетик филд. То есть Инфест просто взрывает соперника. И со спины там еще кто-то остался. Это Андерлорд. Но, видимо, момент уже упущен. Так вот, друзья. Можно смотреть все тимфайты. Все драки. Их еще и пересматривать. Потом перематывать. Все это на ОКО. Скачивайте приложение. Используйте суперудобно. Трансляции за интернешнлой проходят в том числе и там. Ну что, Андерлорд. После всех АОР купил АТОС. Понимает, что все противники что-то вбегают. Форстафф надоело. Ему хватит это терпеть. Правильно? И все. Он пошел качать свой АТОС. У СФ скоро будет доедалус. Прям очень скоро еще туника выпала. Блин, второй раз АИГИС дается на Эксу. И как-то это вообще странно. Вообще не могу понять эту концепцию, эту идею. Наверное, в том, что... Лишак бежит вперед. Под ним бежит лич, который дает ему щит. И Найкс, который всегда в него залезет. Что-то типа такого. Ну, сейчас увидим, по итогу правильно это действует или нет. Кто карту выиграет. Там понятно, кто прав, а кто не прав. Ну, как минимум, то, что вот так проходят тимфайты, где в живых остается лайфстиллер один, убивая всех вражеских коров, выглядит надежно. Возможно, колл был очень простой. Матумумен сказал, ребят, я на лайфстиллере эту карту солю. Поэтому у меня Игис отдавать, я всех обыграю. Ну и пока 17к экономика и шикарные действия по драке Матумумен в форме. Найкс просто бьет т2 в боте. Ничего не боится. Имеет Игис уже имеет хирасу. Сейчас он докупил башню. Ну, то есть за один файт он уже очень поднялся, так скажем. Посмотрим, по Нетворцу 18400. А вот и коэффициенты. Обновленные в этой ситуации на Team Liquid 1,58, 2,9 гейминг-гладиатор. Друзья, очередной раз напоминаем, что можете забрать бесплатный фрибет на номинал 1000 рублей по промокоду INT22. Потерялись, потерялись гладиаторы. Они вообще не поняли, как они провели файт с перевесом в 5000, где вроде как все должно начинаться нормально, но все получилось как обычно. Теперь Liquid'ы бегут закрывать по карте. Они заняли двойку, но Экс уже просто заходит бить, и он каждый рейдж и так будет заходить и бить горку, и ему ничего не сделает. Оп, залез. А что, может, Кросс смог подловить Урсу какую-то? Нет, они хотят прыгнуть. Они сейчас ждут в Дизраптора, и в Дизраптора, смотри, они сейчас в Дизраптора прыгнут. Нет, вылезли. Не стали никого прыгать. Просто решили бить за рейдж. А вот теперь прыгает Тинни в Шадоу Финда. Нажимается БКБ сразу Форстаф. Вышку нужно убивать, и три потери. Ну, фокс есть отдадут. А, есть Форстаф, есть Форстаф. Развернись, нажми Форстаф. Развернись, нажми Форстаф. Развернись, нажми Форстаф. Вот, Форстаф. Ну, ладно, там уже Климс есть. Против Климса приема нет. На Ис идет. Потом ММ начинает бить. Где башики? Башики пока не работают. Прошил сверху. Ставится пито в палец, нажимается рейдж. Атосиком поймали лишь Шакай. Петус залетает в иномайзер. Теперь немножко по Микке. Опа, увлекает Уруса. Баш получает Уруса. Форстаф. Жить надо. Прыгает. Дурачье. Пойзенова в спину. Его пытается добить. Мало КП остается. Уруса гниет. Он пытается идти на базу. Но трех героев Ликвит уже потеряли. Пытается остальных добить тоже. Потом ММ Лоу КП. Ники Климсанули. Ники пытается раздать урона после Юла. Снова Форстаф. И Форстаф работает реквием. И в соус. И подходит лайфстильм прямо под реквием. Нет у него рейджа. Вум выживает. Будет отхиливаться. Пришел дурачье после того, как отхилился тоже. После респауза. Забирает по тумбу через башеки. Идеальный дефенс в исполнении гейма Гладиатор. Отбились. Виндаш ББ их не нажимали. А просто все началось с чего? Что Тинни прыгнул. Там решил СФ убить быстро. Но ничего не получилось. Ну что ж. Задефались. Задефались. Крутой, крутой дефенс. Молодцы. Раскайтили. Урса уже Битлс соберет. И тогда уже у Ликвидов будут большие проблемы. Гладиаторы возвращаются. Посмотрим на следующих мувах, что же у них получится или не получится. Снова 5000 лидов. Смотри. Ничан Тросс переформил Эвеномайнсера. У ребят из Ликвид просто не хватает еще одного полноценного хора. 6000 дэмэджа Ничан нанесла. Он просто стоял и бил с имперсами. И всю драку. Я думаю, у него даже мана закончилась там. Ну, это приятная игра, когда дают бить. Посмотри. У Энчи БКБ. Да, да. Там денег больше, чем у Венома. Это саппорт. Саппорт Энчантрас. Была. Стала кором. А Веномастер, который был кором, стал саппортом. По итогу. Ну, вы говорите же, Ликвид играют только в два кора фактически сейчас. Им тяжеловато. Есть Листиллер, есть Лишак супербогатые. И три саппорта фактически, да. Потому что Зай уже, ну, тоже является саппортом скорее. Ауры какие-то раздает, какие-то кнопки нажимает. Которые пока не так сильно влияют на игру. Угу. Ну, есть, наверное, еще секретный билд. Это мы личные. Это Драгон Лэнс, Муншард. И потом три бенда докупаешь на 25-й минуте. И ты убиваешь всю команду вражескую. Конечно, Майти Мэни очень довольны, когда я такой билд собираю. Но у них нет выбора. Потому что ты капитан. Слово капитан. Они все это хавают. Так, и живем. Ну, что ж. Смог. Смог от Гладиатора. Посмотрим, кого же они найдут первым. Находят Тиню. В Тиню сидит друг. Торстап. Лейс. Тиню успевает тос сдать. На Урсу. Урса. Сразу Госсертер. Взрывает БКБ. Матумба Мэн. Нужны башики. Сам плутил баш в ответ. Чимфрос летит в спину. Все забрается. Забрать Тиню. Тиню уже забрали. Микки под БКБ идет убивать Эйс. Эйсу больно. Эйсу плохо. Эйс страдает. Эйсу смогли убить Эйсу. Сожгли. Затик Штору поставил. Скультереза Затик Штору. В нем послалился Тома Мэн. И Тома Мэн нужно забрать. Дурачи отвернулся. Нестер Гейс поздават от Энсене. Дурачи правда в размены уходят тоже. Байбэк от Андерлорда. Ситуация остается пока 4 в 3. Польс коллектива Гейма Гладиаторс. Микки снова глимсуют. Работа Дизраптора просто потрясающая. С рекламы забирается также еще и Зай. Эйс оформляет тем самым даблкил на Андерлорде после бая. И в живых остается только Лич. Который единственный смог выжить и уйти через телепорт. Но Драку выигрывает Гейминг Гладиаторс. Сейчас посмотрим на дема Шенчи. Сколько она нанесла и в этот раз. Ну что, Силари, это сильнейший Шенч. А, ребят, если вы хотите научиться на этом героя, то посмотрите за этим товарищем. Он очень крут. Ну, либо за мной. Но лучше за ним. Он еще лучше меня. Что ж, проблемы у Липедов сейчас. Вообще упадет горка. Смотри, как классно сыграли. Еще с топа крипов забрали, чтобы верхняя линия прослушалась. Ну, не так много дамажей. Чуть-чуть, мол, побольше не стрелял. СС-4500 раздал. Проблема с фокусом была изначальная в драке. Но вроде потом просто боятся, боятся, поэтому дальше идти. Или что? Бум колит, надо до конца добивать. Тяжело пробить щит Лича. Для меня эта карта прям образцово-показательная с точки зрения саппортов. Как отрабатывает Селери и Тофу. Конечно, просто превосходная работа. Я вспоминаю тяжелейшие минуты игры. Стадия после лейнинга до мидгейма. Где они просто бегали, спитывали все смоки. Формили очень глубоко, жестко. Давали расформиться кором. Ну и сейчас в Team Fighter, где Enchantress из той ситуации выросла в полноценного кора. А Дезераптор выдает невероятные глимсы и закрывает статик лайфстилера так, что он даже уйти не может. Потрясающая работа. Тофа Селери просто браво. Накс понимает, что не хватает ему своего БКБ. Добирает он еще одно. Пытается купить еще долго до БКБ-шики. Надо писать на Лешака. Что там Лешака? Урса собирает обество. Тут все понятно. Не покупать БКБ-шку. Окей. Лешак-Лешак имеет Шиву. Ну маленький. Хотя бы оттесить, потому что маленький. Непонятно, чего не хватает Ликвид. Как-то побыстрее бы вражеских героев забирать. Не знаю, на урон вроде бы артефакты куплены. Я просто ищу варианты как можно. Обисела на Найсе не хватает. Обисела. Надо прыгнуть, ход цепиться и сразу-сразу его убить. Вот так. Вот может быть Эбисол, да, какой-нибудь. Ну непонятно, да. То есть как-то надо фокусить героев вражеских убирать. Быстрее за Рейдж, допустим, да. Чтобы ты за Рейдж делал строго минус. Потом отошел, ждал Рейджа. Опять и снова входил. Ну вот пытается по тому моменту купить себе БКБ, мы видим, да. Посмотри. То есть он хочет улучшить свой Рейдж. Сделать себя непробиваемым с магией. Финальный смок, смотри. Очень важный смок. Напали на Рошан. Рошан с рефрешем. Стоятся в ардики. Зая стоит ревилит. Скорее всего, Зая с байбэком. Да, он с байбэком бежит по желтой флажке. Тени тоже с байбэком. Идет вперед Питлорд. Понимают противники. Понимают гладиаторы, что бьется Рошан. И нужно идти. О, Тенис инициировал. В троих. Эволич, Тос, туда же. Санаса нажимает на Септер, чтобы не покинуть поезда нового от Зая. Хоть какую-нибудь дать. Глимсует Тени. Тени глимсует прямо под Питов Малис. Он, кажется, живет. И мы съели. Кажется. Тени выкупается. Микки здесь. Ставит, чтобы КБшки закончить. Пытается развернуть драку. Зашел. Но Статик Шторм ставится. Статик опасный от Дизрафтера. БКБ нажимает Микки. Пьесно пытается его защитить. Поднимает себя килл. Выигрывает премия. Но Лассир, кажется, не переживает. Тут урон, который выдает Дурачьев вместе с Бумом. Трипл килл по Селери от Энчатрос. Савьте ее позиции. Селери с хайграунда. Просто импетусами накидывает. Там безумное количество урона. Вот он, МВП этой драки. Селери на ХГ. Потрясающая позиционка. Урса, конечно, погиб. Но столько героев уже потеряли. Ликвид и Селери снова пошел. Бокс дает прокаст по Энчатрос. Нет, это не помогает. И беззаковорочно выигранная драка от команды Гейминг. Гладиатор. Ставьте урон от Селери, пожалуйста. Покажите, как там Энчатрос. Нам на 4 байбэка нажали, конечно. Да, ну... Итог боя, итог боя, итог боя. Где? 5600. Сюда, просто сюда. На уровне эсэп, нормально. Ну что, надо муншар делать, блин. Я думаю, ликвид должны понять, что уже тут проблемы, это Урса, и Энчат создает. Узкое пространство, нападение. Ну что ж. Селери надолбил бутвейник. Я хочу представить, как Селери оказался на этом пригорке. Пику нажал, наверное, какую-то. Да, он толкнулся, ребята. Смотри, да, вон, идеальная пика. Идеальная позиционка. Зай убил там. Лича выдавил, смотри, Зай. За это он что-то пытался с ним брать. Ну, сейчас, я думаю, Глазиатор заберут сторону, как минимум уже. Нет, все еще не боятся этот Лич, он ух, душит такой. Хотят еще провести одну драку до захода на горку. Ждут террасу ответную от эсэфа. Диздрактор, я думаю, уже может плавно выходить в аганим. Вообще, выглядит как то, что если диздрактор сейчас аганим дособирает свой, у него час 2000, то, в принципе, я не вижу, как кликеры здесь могут выиграть драку, потому что, если ты даже шмотк не сможешь нажать, то тут же Лишак, да, не сможешь себя поднять в Юла условно. То это будет поражение Лотус для энчантрес. Решается он все-таки попытаться отразить этот чайник. Да он просто себя делает неубиваемым. Я не знаю, даже лайфстилеру здесь героя первой позиции вражеской команды придется потратить огромное количество времени, чтобы это ничего убить. И потом выяснится, что убивая энчантрес, вы не трогаете трех оставшихся кор-героев. А игнорировать энчантрес тоже нельзя. Как показывает практика, он там передамаживает Турсу, он идет на уровне с уроном, с шаттлфиндом. Это же просто жесть какая-то. Да на самом деле умно делает. То есть то, что я предложил, муншард, конечно, прикольно, но здесь уже есть два героя, которые наносят дэмэдж. А вот вживать, это дело другое. Потому что если вы переживете, потому что слева-то урон ограниченный. Слева, то есть, найкс бьет, когда у него рейдж есть, или шрак, да? Поэтому, в принципе, тут все полностью логично. Так, ну что ж. Смотрим, что приведет ур в Саурс, еще рефреш в стэше. Тени в смаке в топе, нажал шмоточку, окей. Битлор прилетел. Ну, кстати, большой плюс Битлорда, что, конечно, он всегда может отпушить и оказаться там, где надо. Сейчас будут нападать в боте, но раз так нет, передумали, передумали выходить в бот. Принад решение еще покачаться. Дождаться нули фаера, дурачье. Найкс понимает, что дэмэджа колоссально вообще не хватает. Нужно просто хоть какой-то минимальный дэмэдж иметь, собрать дэйдаус. Да, отказался от идеи покупки Эбисола. Потом у него была идея купить Блэкинг Бар. Решил, что просто урон, просто убивать за рейдж. Вот основная миссия его как лайфтилера, как Керри. Ну, справедливо, достаточно справедливо. Тоже как-то, если переосмыслить все прошедшие файты, хочется понять, чего не хватает Ликвид, чтобы драки проходили для них чуть лучше. И понимает, что, ну, элементарно не хватает просто урона. Нужно убивать вражеских персонажей. А кто, если не лайфтилер, будет это делать? Ну да, некому-некому, на самом деле. Потому что у них под другую стадию игры заточен драфт, если честно. У них заточен под начало-середину, но точно не в лейт. В лейте очевидно, что герои у них, ну, слабенькие. Ну, отбиваться попробуют еще. Потому что ребята из гейма Гладиаторс уже поднимаются на вражеский хайграунд. Через Маршторм, Питов Малис. Конечно, оборона здесь достаточно серьезная. Все-таки играйте против Решака, играйте против Миномансера. Против опасного Тинни, который вас может куда-то там под фонтан закинуть. Поэтому не спешат гейма Гладиаторс. Они полностью контролят карту. Поставили Вижен. Чистят все, что хотят зачистить. Ну, я не знаю, тут как угодно. Вроде бы, айки сыр имеется. Ну, никто не заставляет их идти на чужой хайграунд прямо сейчас. Слушай, мне кажется, эта карта очередная, вот эта, где 40-50 тысяч преимущества будет. Так что, ребята, расслабьтесь и готовьтесь. Игра еще будет длиться минут 10-20. Потому что, ну, если только сейчас ликвида не перненочат и не пойдут мув делать, мы видим, как Нэк залез в тени. Нужно выходить с базы. Нельзя сидеть на базе просто, афу, а нужно качаться. Мне безумно нравится, что придумал Урса. Он купил себе Нулифайр. Та проблема, которая настигает команду гейма Гладиаторс, это бесконечные форставы и кайт этого Урса в тимфайте. Сейчас это будет работать очень плохо. То есть, Нулифайр не прям совсем очень круто диспелит форстав, но он не позволяет форставу на фул рейндж отъехать. Соответственно, тот герой, который ты выберешь с качеством своего фокуса, он будет уничтожен. Его Септер не будет работать, Нулик прекрасная идея. Глянем, как Дурачо будет реализовывать. Нича почти собрала себе Аганим. Смог, смог от ликвида, все, не могут больше ждать, им уже плохо. Хотят выйти из базы, смог что просто выйти, понял, что здесь вартинс, они сразу ломают. С ней проходит глубже, ищет каких-то саппортов, какую-то халявку, чтобы вернуться в игру. Ничего не находит. Стоит под миром, ждет, пока какая-то нча будет откушать. Но проблема в том, что он уничтожен 2500 хп. И из инлаков, так скажем. Смог, смог от гладиаторов, бегут под нчу. Но сейчас с пауэром должны были все прочекать, понять, где противники. Найдут, найдут Виномальтера, скорее всего. Зай, зай, во, нулик. Ничего не работает. Да, нулипайер, классная тема. Окно, чтобы зайти, просто и сломать бараки. Надо бежать, надо бежать, ребят. Хотя, может, они думают, что там байбек есть, а там-то байбек кд. Они должны были записывать этот байбек. Странно, они и дальше ищут. Да я не уверен, что байбек Виномальтера столько сильная штука, что нужно его было записывать. Тем более, все-таки осталась там минута. Плюс-минус, наверное, знают, что байбек может уже заканчиваться. Да, вот и он такой, что он горку этот Виномальтер дефает невероятно. Согласен. Он неприятен. Да, 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 да. Горку он невероятно дефает. Ну попробуй, типа, 40 секунд, двигаются они в сторону вражеской базы. 301 тысячи перевесом заглушая гладиаторами. Но они не отпустят эту уроду, уже сложно будет отпустить. У левых просто я пока не вижу особо дэмэджа. Только если через какие-то супер байбеки, а правые пожадничают, не оставят байбеки. Что-то типа такого. Ну да, какая-то сверхсерьезная ошибка. На поводу урода, ну что, афсиллер-то доедался и купил? Вроде бы взял. Боюсь, что это уже маловато, конечно, будет. Но надо посмотреть. Финсгейт. Так. И еще там отомбо мэн. Пол хп потерял. Рейдж. Прячься там туман войны. Туман войны, его было не видно просто, да. Спятался в кусты и сделал телепорт. 31.26. Ну, пытается просто очень легко выиграть эту карту геймэк гладиатор. То есть, точнее, не то, чтобы выиграть легко, а закончить легко эту карту. То есть, не пытаться напрягаться самим там в пятеро, подниматься на хг, сопротивляться против этого вина мансера, куча от спама, идти в лобовую. А так, чтобы соперник вышел, допустил ошибку там, где-то подрался на нейтральной территории. И вот тогда геймэк гладиатор спокойненько эту игру закончит. В общем, играют просто от такого жесткого давления в сторону тем ликвид и ждут ошибки. Вообще, я вижу их идею. Они берут два апнутых блинка, просто прыгают и убивают за секунду. Вот уже, уже СФ, выход на СФ, а СФ все это встречают лицом. Гладиаторы не готовы к этой драке, но ликвиды боятся, они не знают, сколько здесь противников. Нужен глимс, Топ, он уже глимс. Нет, некого глимсовать здесь. Но они этого и ждали, они ждали, когда тим ликвид не выйдет и выйдут из базы. Вот, они вышли из базы, только не все геймэк гладиаторов были готовы. Да, даже у Питлорда не было портала, чтобы открыть его в Урсе. Появился Рошан с аганимом, рефрешером. Четвертый Рошан, чудесно. Ну, тем ликвид, сюда они пойдут, у них и информации нет, и вижена нет. Плюс, только что они выходили на свой лес, и там их встретил соперник, поэтому страшно, безумно страшно. Изи Рошан, изи бонус из Рошана. Кто что, забирает? А, Урса поглотил аганим, все понятно. И человек за час 25 такими темпами уже возьмет. Аганим у Низраптора уже тоже свой есть. Хватает, хватает. Но он не купил еще, он вроде только поинт быстрый, и у него много денег. Свифт Блинк приобретает себе Урса. Ну, готовый, перекачанный 40к, перефармал у Gaming Gladiators. А, вот так вот, передумал Тофу и купил Агтарин. Не стал покупать аганим, потому что Агтарином лучше будет пользоваться. Есть у него рефрежер, кстати. Тоже интересно, ему отдали. Рефрежер, шарт. Ну, а кому здесь? Да нет, я удивлен именно то, что Аганим он не взял, а взял в Катарин. Нападение на СФ, попытку убить, разуцепляют. У СФ, большие проблемы. Хватит не демеджа, хватает, у СФ в первый раз умирает. Возрождается. В это время забирают бокси под статиком. Есть у Бума, конечно же, форстаф. Нажимает река МОВСОУС, польза нового от Зая. Выдружный, получает нулик. Отъезжает на форстафер, но недалеко. Импетусы летят. Импетус очень больно. Но не добивает таких, кстати, Зая. А Тупо Мэн пытается еще одного героя кто-то забрать. Башит Эйса. Эйсу неприятно. Топовый рефрешер, кстати, что я поставил под кекс. Подняли ветерки. Лайфстилер, лайфстилер. Его тосует, его сейвит. Хороший дефенс, опять-таки. Да, ну вот и понимает, гейминг Гладиатор. С вроде преимущество очень большое. Но так тяжело подниматься против пятерки браков на ХГ. Так трудно. Так классно отбивают тем бликвит. Ну и поэтому стоит отойти. Стоит отойти. Да, просто на самом деле тошнули. Сэф этого не ожидал. Напали на Сэфу. Сэфу большие проблемы. Хватит демаджа. Демаджа не хватает. Нажимается сортальник. Проблемы теперь у Тини. Мишраф. Там через спинкейт. Приехал спин. И у Русса. Закрывают одного, второго персонажа. Без Пайбека, кстати. Остается в живых столько Матумо Мэн. Его тоже убили. Минус три. У трех героя Пайбека нет. Еще и Зайф на этих фил подставляется. Прыгает дурачко. Трипл килл. Гуд гейм. Гейм и Гладиатор все-таки обеспечивают себе победу в карте под номером один. Браво. Хорошая работа. Гейм и Гладиатор. Мы помним, как вначале у них мало что получалось. Эти какие-то такие неудобные.